Здравствуйте! В прошлом видео я вам показывал как связать вот такую шляпу из пряжи рафия. Мне стали поступать вопросы, критика, что такую шляпу можно носить только в сезон осени, весны, но никак не летом. Так вот, хочу вам сказать, что эта шляпа связана и стопроцентной натуральной целлюлозы. Это не синтетика. Есть пряжа синтетическая. Еще одна женщина написала, что я из рафии вяжу мочалки. Думаю, как же можно вязать мочалки из рафии, когда она при намокании становится... Ну, бумага есть бумага. Так оказывается, что все дело не в натуральной, а в синтетической. Вот этого не надо путать. Дальше. Значит, когда я связала донышко, оно закручивалось. Я прогладила утюгом на двойке. Просто слегка прогладила. Потом я связала, значит, все сделала и оставила. Боялась ее гладить дальше. Ну, потому что форма такая сложная. На подрукавнике я прогладила тулью. И затем прогладила поля. Поля гладила с двух сторон. Здесь и здесь. Затем я ее закрутила, как обычно я вам показывала. Вот таким образом. вот обмотала. У меня есть такой пояс на липучке. Закрепила. И здесь поставила прищепки. все форму держит. Вот. Нормально форму держит. Но до этого я вязала еще вот такую шляпу. из такого цвета. Это у меня цвет топленое молоко. Цвет приятный. Красивый. Что я сделала? Я решила над ней проэкспериментировать. Я ее постирала. Здесь же производитель говорит, что ручная стирка. Как я ее стирала? Я ее намочила в воде с шампунем для волос. Бумага есть бумага. Высушила. В разложенном состоянии. Потом подвесила. Затем распустила и перевязала. Пряжа, конечно, немного деформировалась. Вот я вам сейчас покажу, что я с ней делала. Вот этот образец. Это у меня связан крючком и проглажено утюгом. А вот этот образец, видите, он закручивается. Я его не проглаживала. И поэтому я вот так вот донышко у меня закручивалось вот здесь. Закручивалось вот так. Я когда донышко связала, я прогладила его утюгом. Так. Теперь, значит, шляпу я распустила. Вот мы распускаем образец. Дальше что я делаю? Конечно, пришлось повозиться. Вот так она разрывается, если ее поперек тянуть. Значит, смотрим, в какую сторону края закручены. И вот так раздвигаем. Вот. В принципе, я хочу сказать, не столько много уходит пряжи на шляпу. Если у кого-то форс-мажорные обстоятельства, допустим, заказчик дал вам пряжу эту, и вы неправильно связали, ее можно распустить. Сейчас я попробую найти одно место, покажу вам, как там поступить. Можно было бы, я бы могла съездить купить, эту выкинуть. Но я решила попробовать. Вот видите, она распускается. Она распускается практически до того состояния, как на фабрике была. То есть на всю ширину можно распустить. Вот дошла я до того момента, который вам хотела показать. Видите, вот здесь прокол. Это из-за чего? Что когда вы вяжете крючком, старайтесь в пряжу не попадать. Если в обычную пряжу мы можем попасть, крючок вытащить, ничего страшного, то когда сюда попадаем в рафию, получается дырка. Так вот, чтобы дальше дырка не пошла, что мы делаем? Как в капроновых чулках раньше. Зажимаем, немного проходим вперед, потом возвращаемся и разглаживаем это место. Вот видите, у меня как скручены уже прям вообще. И ничего страшного. Распускаем. Ее единственное, что нужно раскручивать. Ну, если она в клубке у вас уже смотана. Значит, на клубок вы надеваете резинку. Вот для чего резинка дается. Чтобы при вязании сильная пряжа не перекручивалась. И когда вы будете раскручивать ее смотанную, вы надеваете резинку, подвешиваете, она у вас раскручивается, распрямляете. Видите, она закручена. Мало того, что ее на фабрике закручивают, еще вы вяжете, закручиваете. В принципе, проколов у меня больше практически нет на образце, потому что вязала не торопясь. Так, это можно так. Когда такие уже моменты сильно скручены. Когда скручены не сильно. Вот другой образец. Что мы делаем? И протягиваем пальцами. Утюгом пробовала гладить. Не разглаживается. Ну как, разглаживается, но это очень муторно. Желательно, вот как я говорю, вот видите, скрутка сюда идет. Вот по этой стороне. Вот она и разгладилась. Вручную. Распрямляется быстро, недолго, ничего страшного. Вот вы распрямили. Вот это не такая. Вы же ее будете опять накручивать. Мало того, что вы накрутите. Так вы еще потом будете вязать, и она у вас... Ну, что тут рассказывать? Вот переделанная. Вот у меня еще один образец. Я на нем тренировалась. Мучила его. Для чего нужна резинка? Чтобы раскручивать. Потому что мы обычно вкалываем булавку. Здесь этого делать нельзя. Иначе будут дырки. Вот даже такой... Мой образец, который уже, ну казалось бы, никуда не годен. Можно распустить. Опять же находим ту сторону, куда закручивалась пряжа. И он распускается. И он распускается. И он распускается. Вот дырка у меня тут. Немножко прошли. Здесь зажали. Выше прошли. Распрямили. И дальше распрямили. Прекрасно. Прекрасно. Вот. Значит, еще раз повторю. Когда будете вязать, будьте осторожны. Главное не проколоть. Ну, даже если и проколите, можно обойти. Вот таким образом. И опять сматываем. Вот она готова к употреблению. И еще о чем хотела бы сказать. Допустим, вы связали полностью шляпу. Прогладили с одной стороны поля. С другой стороны прогладили. И вам не нравится, как они лежат. Там не закручиваются. Или еще что-то. Что вы делаете? Вы последний ряд распустите. Вставьте опять ригелин. И обвяжите. А лучше всего сделать как? Довязать поля почти полностью. Этот ряд не вязать. Вот. Не вяжем. Отгладить с двух сторон. Потом поставить ригелин. И обвязать. Ну, вот вроде бы и все рассказала. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.